итак всех снова приветствую вы как всегда на канале седу инвестор сегодня у нас продолжение рубрики под названием альткоины на иксы и суть ее состоит в следующем телеграм канале а также в комментариях под youtube роликами вы оставляете заявки на разбора вашей криптовалюты а я соответственно провожу на них технические анализы те которые подходят мне больше всего исходя его технической составляющей покупаю либо высказываю свое личное мнение в общем я считаю это самая нужная информация на сегодняшний день среди криптовалютных инвестиций опять же это мое личное мнение для начала пройдемся по пинелу основного среднесрочного портфеля на данный момент он составляет ну почти плюс 4 процента а также очень важная информация то что вчера у меня сработал здесь ордер я обязан об этом сообщить в общем ордер на продажу токена divide x который находился в зоне риска и был большой просадки примерно минус 40 процентов в общем вчера у меня получилось выйти ну примерно в минус 2 процента я считаю это как погрешность поэтому моя цель выйти в ноль по этому активу полностью отработала я говорю именно про вот этот краткосрочный пам после обновления дна которое было ну вот в этом периоде времени за весь сентябрь 2024 года из на он составил примерно на 66 процентов был рост я зафиксировал абсолютно все активы вышел полностью в ноль и больше суда залазить я не буду неизвестно что будет с этим активом ближайшие в долгосрочной перспективе так как обновление дна это самый худший показатель для долгосрочного накопления да и в принципе как показывает практика для среднесрочного потому что любое смещение ликвидности а также доминации по определенным активам которые обновляют свое дно может очень плохо сыграть на в общем-то общее накопление такие дела а также необходимо пройти сегодня повторно по некоторым активам которые находятся в зоне риска и решить стоит из них выходить сегодня или нет ну буквально за 5-6 минут я думаю справимся далее будем разбирать активы которые набрали больше всего активности бико до сих пор просадки на минус 25 процентов продолжаю ждать этот актив является также высокорискому в данный момент так как он обновил свое старое дно далее меня интересует dgb что там по нему минус 8 процентов просадка давайте посмотрим его график также да по нему есть довольно неплохой отскок на он составил 32 процента и осталось буквально немного дождаться извиняюсь чтобы выйти по нему в ноль минус 8 процентов а было примерно минус 35 минус 40 процентов пенел поэтому еще чуть-чуть подожду так гламер кажется если мне не изменяет память также в зоне риска по нему пенел минус 15 процентов также жду ну и еще кажется а лви а также snx вроде бы они еще сидят просадки небольшой но минус 9 процентов в общем почти по всем активам я считаю у меня получится выйти в ноль я сейчас говорю про высокорисковые токены монеты которые к сожалению не отработали мои цели и пошли на обновление дна от них я буду избавляться я считаю то что от всех я смогу избавиться а также некоторые активы дают довольно неплохой профит допустим давайте посмотрим токен села что там по нему плюс 69 процентов ну я считаю рост по нему продолжится в принципе плюс 70 процентов это отличная мотивация для фиксации прибыли потому что это выше минимума по которому я рекомендую отбирать среднесрочные активы и так в данный момент вполне возможно все же будет закрепление над зоной поддержки 79 центов если это так то актив пойдет на следующую цель а именно 1 доллар 23 цента и в этой сложности у меня получится заработать не 70 процентов а примерно 115 да и если в обратном случае будет коррекция я готов подождать даже до 34 центов коррекцию и буду далее накапливать его это основная медвежья фаза диапазон цен который 79 центов и 34 цента соответственно и если актив выходит из нее полноценно то по села можно гарантировать бычью фазу но пока что непонятно в общем я продолжаю ждать плюс 70 процентов это минимум но все же я хочу больше исходя из моей логики опять же если актив уперся бы в эту зону сопротивления 79 центов и цена актива находилась бы ниже ее то есть но она должна была быть сопротивлением и профит составлял 60 процентов то на 90 процентов я уверен то что я бы зафиксировал прибыль но так как актив пробил эту зону сопротивления теперь она играет роль поддержки одну из крупнейших а как показывает моя личная практика и опыт очень часто активы точнее техническая часть актива отталкивается от этих зон в обратную сторону то есть в данный момент у нас есть огромнейшие поддержки 79 центов и 56 центов соответственно поэтому я считаю то что именно сейчас большая глупость фиксировать свою прибыль опять же все исходя из моего личного опыта я никого ни к чему не призываю я просто здесь обсуждаю с вами ваши активы и показываю как работает моя личная логика я думаю с этим разобрались давайте теперь переходить к вашим активом который вы оставляли собственном заявках списке самых перспективных криптовалют на постоянной основе в закрытом чате телеграм это мой личный проект по заработку существует он уже более двух лет я работу один и соответственно на все ваши вопросы отвечаю лично я сам с помощью открытого чата рекомендации состоят из долгосрочных и среднесрочных инвестиций среднесрочные инвестиции рассчитывайте примерно от 1 до 6 месяцев но как показывает практика некоторые сделки отыгрывают намного раньше долгосрока рассчитывайте примерно от одного года но опять же все зависит от ваших личных целей каждой криптовалюте я прилагаю график где указываю потенциальный профит и соответственно потенциальные риски для того чтобы вы уловили мою личную мысль с чего я вдруг решил то что будет рост того или иного актива помимо рекомендации в случае необходимости я также тебе помогу разобрать твой старый портфель укажу на его ошибки возможно переформируем а возможно вообще создадим новый именно сейчас рынок криптовалют максимально непредсказуемый я рекомендуете воспользоваться данным сервисом чтобы уберечь себя от лишних просадок совсем скоро я буду увеличивать прайс за свои подписки поэтому успеваю подключаться по старым ценам для вступления в мое закрытое сообщество по заработку тебе необходимо перейти в описании ролика и там ты найдешь мою личку а да кстати извиняюсь буквально в двух словах вот смотрите уже 2900 долларов такие дела потихонечку накапливаем потихонечку зарабатываем никуда не спешим и так чтобы не тратить ваше время я отберу активы которые набрали самое большое количество реакций тем самым сэкономлю вам время и так значит у нас первый на разбор токен риф сейчас мы перейдем на его график и определимся что делать с этим активом в данный момент во первых не забываем то что риф был задели стен с площадки байнер а также 20 сентября на площадке микси был памп краткосрочный по этому активу и я всем рекомендовал фиксировать примерно вот по этим ценам в тот момент что касается сегодняшней ситуации давайте посмотрим любом случае опять же я вам вынужден сказать то что все активы я зафиксировал по токену риф и больше накапливать его пока что не собираюсь вот он получается тот самый памп который составил сна примерно на 500 процентов до довольно неплохо и многие смогли выйти даже не в ноль а в плюс это огромнейшая радость для меня потому что чем больше люди зарабатывают тем соответственно больше я зарабатываю но точнее тем больше клиентов на мой закрытый чат telegram но исходя из информации которая в данный момент есть на бирже микси я бы сюда не заходил в данный момент так как опять же цена актива максимально приближена к зоне сопротивления и она одна из крупнейших я считаю в данный момент будет продолжение коррекции такие дела точно нет надо было уже фиксировать и если вы сейчас идите в нуле то обязательно это сделаете неизвестно что будет с активом в данный момент и биржа байна с полностью его уничтожила я считаю следом на разбор токен хиппо я если честно не знаю что это за актив ну вроде бы вот этот наверное на бирже хобби он есть а ну понятно это новый токен который буквально недавно залистен нету меня тех знаний а также инструментов по которым я мог бы разбирать эти новые токены монеты ну в общем то просто идет актив мимо меня тут уже 50 на 50 либо будет рост либо падение но скорее всего будет продолжение коррекции потому что памп и так уже составил довольно неплохо на активу неделя буквально что я могу вам про него сказать изучайте фундамент и по сути больше информации вы нигде не найдете каких-то волшебных инсайдов у меня нету я работаю исключительно по технической составляющей она должна быть как минимум но месяцев 8 или один год далее coin ребята нужно фиксировать прибыль буквально вчера в закрытом чате telegram спрашивал меня подписчик что делать с активом чтобы не быть многословным я сейчас покажу данный диалог ну точнее переписку добрый день ребята я купил и по одному доллару с 13 центов когда продавать я сказал то что либо сейчас либо по 1 доллар 60 центов на тот момент актив стоил 1 доллар 25 центов возвращаемся на графике видим то что цена актива отработала полностью мою цель указанную то есть памп составил примерно 145 процентов человек смог заработать довольно неплохо опять же исходя моей рекомендации по фиксации прибыли видите как бывает иногда цена актива не пробивает огромнейшие зоны сопротивления был ложный пробой посмотрим возможно и будет продолжение роста но в любом случае я считаю главное свое забрать а дальше уже не важно что там нужно перераспределять фиат на более перспективные менее перспективные актива и к сожалению пробил свое старое дно и на таких пампах обязательно нужно забирать всю прибыль которую дает вам рынок идем дальше далее компаунд что у нас по компаунду продолжение консолидации все отлично максимальные риски по нему он в данный момент составляет минус 50 процентов но из-за того то что я буду постоянно его усреднять моя средняя точка входа уменьшится примерно до 25 процентов а то и меньше я также буду сегодня его докупать так а давайте-ка посмотрим я его ранее кажется не покупал нет я этого не делал поэтому я сегодня начну его накапливать на бирже by bit так как это долгосрочный актив интересует меня цели исключительно долгосрочные для тех новичков которые не шарят что вообще здесь происходит биржа by bit у меня создан для долгосрочного инвестирования а бинанс ну либо байнанс создан для среднесрочного компаунд долгосрочный актив и соответственно я буду пополнять его на бирже by bit для долгосрочного накопления извините за тавтологию но мне необходимо это повторять для того чтобы люди понимали и так еще компаунд qsd team и покупаю по рынку ровно на 20 долларов многие пишут мне я бы еще покупал один бакс ребята у меня покупок достаточное количество за неделю у меня три ролика в неделю и общий вклад составляет около ну 300 400 баксов в неделю а в месяц выходит довольно неплохо и вы теперь подумаете какой смысл мне покупать на тысячу долларов допустим да и выпускать один ролик в неделю если эта рубрика должна выходить как можно чаще из-за актуальной информации надеюсь меня вы сейчас понимаете и больше таких вопросов задавать не будете да и вообще как бы если вам не нравится да не смотрите меня я же не заставляю вас у меня есть постоянно тысячи просмотров людей я с ними работаю мне достаточно этого поверьте мой контент я понимаю то что не будет набирать огромное количество просмотров да и в принципе он не нацелен на широкую аудиторию деньги любят тишину тише едешь дальше будешь кстати оставили заявку на токен илон точно нет как по мне это сверх высокорисковый актив да и к тому же было обновление 1 с одной стороны можно подумать то что у него сейчас есть основная зона консолидации вот она самая крупная исходя из этого объемного блока но нет обновление 1 было и поэтому точно нет если бы в нем сидите то но уже ждите какой-то краткосрочный импульс потому что в минус выходить я не вижу никакого смысла но вы можете все что угодно делать я тут высказываю именно свои мысли и свои хотелки хочу или не хочу покупать в общем то и все далее ldo что у нас по лдо точно нет мои цели остаются прежние очень много флэтов и сейчас стати цена актива зашла в один из них диапазон цен которого 1 доллар 47 центов и 1 доллар 20 центов вполне возможно то что цена актива очень долгое время здесь пробудет к тому же не забывайте про эти пустые объемные блоки я с такими активами работать крайне не советую мне это не нравится я обойду его стороной далее всеми любимый токен додом показывает в данный момент небольшой профит есть увеличение риска вплоть до 41 процента поэтому я сегодня докупать его не буду я считаю то что будет коррекция по нему и когда риски уменьшится до минус 35 а то и до минус 30 процентов туда я буду его накапливать точнее продолжать сейчас я буду вкладывать в активы у которых риски составляют не выше минус 30 и минус 35 процентов дода пока что подожду а у меня здесь что по додо давайте посмотрим на общий точнее совокупный пинел ну в принципе это одно и то же плюс 14 процентов ну в общем то ждем а если будет рост то буду фиксировать прибыль здесь все просто далее файл coin и так также есть небольшой импульс на рост в данный момент риски составляет минус 38 процентов это нормально 38 процентов я еще могу вывести 41 42 для меня уже как-то психологически тяжело покупать а вот когда до 40 процентов ну 39 38 37 это нормально опять же то плюс 1 2 процента вы можете на это не обращать внимание но это лично мои заморочки я как-то привык по этому работать опять же это мое личное файл coin я сегодня среднюю дать минус 38 процентов я могу себе позволить так файл coin у меня значит в среднесрочном портфеле поэтому я покупать буду его на бирже balance да кстати меня крайне удивляет умники которые говорят покупай там по 500 по 100 долларов те же денег много во первых меня денег немного и я трачу очень много не забывайте про это то есть вся эта деятельность закрывает все мои хотелки я могу показать свои банковские выписки свои личность своего приложения с телефона прямо вот вас на глазах допустим телеге я часто это показывал люди которые думают то что я вообще ничего не имею нет у меня достаточно всего и в принципе я ни в чем не нуждаюсь данная рубрика существует для людей как раз таки на средний сегмент для того чтобы вы примерно понимали даже вкладывать такие маленькие деньги вы все равно сможете раскачать свой депозит так 20 долларов фил по рынку купить отлично так про divide dx значит я поговорил в начале ролика ну и в общем то все примерно одни и те же токены набирают примерно одинаковое количество реакций это очень круто то что наконец-то люди начали не писать одни и те же токены просто оставлять реакции тем самым мы можем уменьшить продолжительность этих роликов и соответственно самую важную информацию вы получите в самый короткий период времени так еще айси пи есть извиняюсь айси пи давайте айси пи разберем люди просят надо разобрать продолжение консолидации повторяю то что я буду ждать целей вот этих 4 доллара 98 центов не интересует именно данная . сейчас для меня слишком дорого так как максимальные риски составляют минус 64 процента нет покупать его сегодня не буду поете идет продолжение коррекции я уже про нее говорил и повторяю то что в данный момент риски составляют минус 57 процентов а с прошлого разбора они составляли минус 71 процент у меня есть токены йота я буду усреднять получается вот примерно по этим ценам я считаю то что актив еще пойдет на ретест к последней зоне поддержки когда риски будут составлять не выше минус 35 процентов я буду средняя для меня сейчас дороговато именно для усреднения так как я покупал актив намного дороже сегодняшней цены и чем дешевле я смогу купить будущем тем самым точку среднее будет намного выгодней так и подытожим дот еще крайний актив да в принципе все нормально по нему максимальные риски на сегодняшний день составляют минус 55 процентов опять же если вы будете усредняться то . будет смещаться вашу выгоду общее накопление по нему получается самым крупным объемном блоке вот этими пробоями ложными 840 извиняюсь 759 дней относительно и в принципе да можно рассматривать на долгосрок но я наверное подумаю еще хочу зацепить вот эти вот ложные пробои я думаю у меня получится это сделать вот эти вот и тогда начну накапливать но посмотрим еще недельку подожду и так что касается в общем то сегодняшних покупок все хорошо профит в данный момент хоть и небольшой но он имеется а самое главное это не сидеть в минусах да и к тому же большая часть фиата уже распределена именно в токены то есть чем ближе bitcoin к бычей фазе тем больше профита тем быстрее профит мой наступает в общем то так выглядит моей личной инвестиции они небольшие также не забывайте то что у вас всегда должна быть наличка на руках потому что без нее вы не выживете я вам рекомендую не слушать тех людей которые вам говорят одно и то же про инфляцию якобы если вы держите деньги только фиате то вы уничтожаете их с помощью инфляции она просто съедает ваши деньги с одной стороны как бы да но без налички вы не выживете так мир устроен да и к тому же посмотрите на всех людей которые показывают свой образ жизни очень богатый очень много налички там просто тонны долларов а с чего вдруг так получилось то что эти же люди которые вам говорят нужно их прятать от инфляции они вам показывают то что они держат их в натуральном виде в бумажном задумайтесь над этим фиат должен быть всегда это ваша еда это ваша квартира машина коммунальные услуги дети и в общем то все то есть но семью нужно на что-то же содержать вы же не скажете семье то что сейчас у меня там один токен вырастет и я обязательно вам все оплачу фиат должен быть всегда запомните это самое главное и никого не слушайте то что инфляция она всегда существовала и будет существовать и когда крипта вырастает вы продаете ее за фиат запомните фиат правит к сожалению сегодняшним временем а исходя крипты мы можем потихонечку немного заработать опять же этого фиата такие дела а также такие мысли были на сегодняшний день что касается моего закрытого сообщества по заработку у меня и закрытый чат telegram получив доступ к которому вы будете на постоянной основе получать списки самых перспективных активов на сегодняшний день для долгосрочного и среднесрочного накопления также случае необходимости я всегда готов разобрать ваш первоначальный портфель а также указать на его ошибки но возможно вообще возьмем и переформируем его вместе с тобой а также ты получишь мои личные рекомендации для продолжения накопления вкратце я просто беру и делаю всю работу за вас если интересуетесь то в описании ролика есть моя личка пиши мне я тебе отвечу сколько это стоит ну и в общем то договоримся думаю все всем пока